всем доброго дня я сегодня сделала запись и хочу вам показать дальнейший процесс как я буду собирать свою шапку в технике freeform я в первую очередь приколола к чехлу свою заготовочку и у меня уже получается что мне нужно сшивать между собой элементы можно это и связывать то есть можно провязывать столбиками глухими петлями а можно и сшить как хотите то есть вариантов много так как у меня нитка закончилась вверху а мне нужно дойти ниточкой до того места где соприкасаются элементы и захватывая переднюю полупетлю еще какую-нибудь ниточку вот еще внизу нитка находится под передней полу петлей я таким образом сшиваю то есть с этой стороны с изнаночной да еще забыла сказать что конечно же я разложила элементы чтобы они у меня были изнаночной стороной кверху то есть лицо мне будет с той стороны так всегда удобнее соединять сшивать аккуратно мы захватываем нить и верхнюю полупетлю переднюю полупетлю заднюю мы не захватываем для того чтобы с той стороны у нас красиво располагались те задние полу петли в виде косички будет такой эффект как будто бы они соединены вместе пришила нитку заправлю заправлю вот так и у меня уже будет заготовка как работать дальше можно отколоть а можно в принципе не откалывать кому как удобно но не забываем что это изнаночная сторона сейчас я буду вязать вот этот вот тоже круг можно было бы другой который у меня более такой сложный круг но тут получается в принципе вот только вот эта часть поместится скорее всего и она будет очень ажурной мне бы не хотелось внизу таки я сделаю эту привязываю нитку привязывая нитку но я ее таким образом привязываю что как будто бы я немножко развернула полотно на на другую сторону и вот здесь где у меня сшита найду такую нитку место хорошие столбик и провяжу несколько столбиков с конечно не половину ну может быть штучек 545 вот я уже 5 довязываю раскладываю прикладываю и смотрю что в принципе нормально больше не нужно и присоединяю к полотну пропускаю 12 столбика смотрю какому место у меня прикасается столбик я сейчас провяжу махровой ниткой можно в принципе ст и с этой стороны столь с любой стороны где хотите я добавила махровую нитку давайте закреплю воздушная петля и над столбиками я провязываю столбик воздушная столбик так чтобы не вытягивалась меня здесь чуть подлиннее и вытяну не распускалась смысле вот я провязала столбики с воздушной петлей и теперь мне нужно будет прикрепиться вверху и верху же нужно будет мне серая нитка я сейчас довяжу ну как бы можно было просто протянуть будет нитка висеть а я провяжу и теперь махровой серой видите я закрепила серая у меня уже заканчивается я не буду ей вязать уберу и потом заправлю а серенькой дальше продолжу у меня по узору получается 2 3 столбика нужно провязывать в эти арочки ну так как здесь достаточно плотненько видите то наверное по 2 я свяжу по 2 столбика провязываю 3 воздушные прикрепляясь глухой петлей можно развернуть и я провязываю под арки по 2 столбика так провязала прикрепляю глухой петлей и смотрю что у меня дальше какой у меня узор дальше мне нужно связать пышные столбики видите вот здесь пышные через одну вяжется пышный и 2 воздушные петли провязываем 3 воздушке пару воздушек пропускаем разворачиваем полотно две воздушечки нитки мешают можно их сразу заправить так как ниточки тонкие то можно в принципе и тонкой иглой главное хорошо сразу подать нитку в иглу то есть хорошо зажимаем кончик проходит конечно махровая ниточка с трудом ну значит и вылезет значит и не вылезет если она даже входит с трудом то практически не выйдет вот хорошо нитку подать и продолжаю провязывать пышные столбики из четырех навивов две воздушные внизу столбик пропускаем пышные столбики две воздушные внизу пропускаем и смотрим чтобы у нас не стягивала и не было лишним ну в принципе нормально укрепить чтобы крайне растягивался не деформировался но я еще не знаю хватит ли мне ниток на чехол у меня будет чехол связан спицами я вам показывала я вяжу обычное полотно и конечно хотелось бы чтобы низ был обвязан той ниткой но я не знаю хватит не так вообще на чехол или нет может быть не верхушечку придется вязать другим цветом более темным и тогда может быть это вот у меня еще такая есть пряжа и может быть тогда этой пряжи я обвяжу низ поэтому ну светлой бы не хотелось хотя этого основной цвет светлой нитки меня в принципе она есть хватает ее даже если еще и вверху мне там писать соединять но я не знаю насколько мне хватит и хотелось бы чтобы было одного цвета нитка подклада и обвязки поэтому серый я все-таки обрезаю хотя я хотела уже думаю сейчас свяжу по кругу обвяжу все полотно серой ниточкой чтобы ее не обрезать лишний раз но все-таки решила что у меня будет обвязка более темная так я вот эту часть сделала для чего я беру болванку для того чтобы приметать или приколоть как кому удобно ну вообще конечно если болванки нет то желательно даже приметывать вот к основному полотну давайте я наверное так и сделаю все таки приметаю контрастной ниткой чтобы у меня вообще все не двигалась и потом когда я сниму с болванки у меня уже будет все на своем месте не так будет деформироваться вот эта верхняя часть вот у меня такая контрастная нитка и и я ею без узлов не по краю немножко отступая так как не может быть нужно будет отвернуть это полотно я прошиваю все на своем месте также и тут вот здесь явно нужно сшивать уже полотно и ничего там вязать уже не нужно поэтому я когда сейчас буду вязать я эти все моменты как раз вот это вот и самое самое интересное полотно то мы связали полотно понимаем как вязать а а дальше все это при собрать уже самое интересное мы заправляем завязываем тем что у нас есть ну в данном случае у нас есть круг я напоминаю что круг опять же по изнаночной прикладываем можно было бы круг и больше связать смотрите сразу заполнится сколько места так добавляя нитку в принципе все равно куда где начало давайте мы сразу свяжем пышный столбик чтобы у нас не было тех петель подъема если нитка двигается ну не ворсистая в принципе не сильно двигается но бывает завяжите таким узлом потом заправить и нитку вытягиваем нить на высоту пышного столбика и провязываем 1 2 3 4 4 пышных дальше 2 воздушные то есть я пропускаю два столбика и провязываю пышный столбик 2 воздушные внизу два столбика пропускаю я провязала еще один ряд столбик с накидом 3 воздушные петли оставляя по длине и нить этой ниткой я буду пришивать полотну то есть я когда довязала ряд с пышными столбиками я приложила увидела что еще есть место так главное не перепутать к те лицо где изнанка так как в этом моменте так крутишь крутишь потом бах не так пришил так вот я разложила меня прям прямо вот практически смотрите идеально вошло в эту в эту часть это что соприкасается я сейчас буду пришивать там где остаются свободные места я буду заполнять узором или кругами полукругами сейчас посмотрим чем что будет вписываться цепочка то есть этот ряд у меня столбики с накидом 3 воздушные петли я захватываю цепочку и еще раз на память и и вернее не напоминаю а хочу вас спросить а чем мы можем спрятать это все швы эти все это безобразие на что у нас получится конечно же у нас есть буклированная серая нитка которую мы протянем вот в эту филейную филейные дырочки в этот филейный ряд я дошла до этого места можно и здесь нитку протянуть но можно в принципе аккуратненько протянуть так как она по цвету вот точно такая же только не стягивая и там я буду буклированную нитку протягивать здесь нужно закрепить чтобы нитка не двигалась и дальше 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 вот этого места вот где еще соприкасается а здесь уже дальше мы не соединяем то есть буклированная нитка у нас достаточно скажем вязать из нее сложно и толстая если она толстая но ею можно заплетать использовать ее как просто нить такую махристую для того же переплетения какого-нибудь все я дошла до этого места я сейчас нитку эту не буду обрезать вдруг мне придется еще что-то тут пришивать какой-то круг здесь явно можно вставить хорошенький кружочек вот как мы вязали тут допустим круг а тут расстояние черного ну сколько ну сантиметров 5 4 и смотрим сколько сантиметров 5 получается буквально раз два три ряда можно попробовать можно попробовать три ряда связать такого круга и вставить сюда и получится у нас сколько заполнится место либо можно провязать каким-то полотном продолжая ряды туда и обратно туда и обратно тоже как бы как вариант но всегда легче вставлять круги вязать в руках это однозначно легче я довязала кружок пришила и вот кое-где в местах где у меня черное полотно я сделаю вот такую вот как бы решеточку из ниток сейчас покажу то есть я сделаю основу из ниток по которым потом заплету буклированной ниткой вот я протянула нитку дальше прошла в следующее даже не знаю на каком расстоянии потому что первую пробую этот прием первый раз и вот таким образом единственное что конечно я бы закрепляла здесь чтобы меня не двигались эти нитки я делаю такую можно было бы в принципе это сделать как я думаю и филейным вязанием но это надо провязывать а так у меня остался кусочек нитки думаю почему бы не попробовать нужно аккуратно заправлять чтобы не было на лицевой стороне не так расправила кончик теперь попытаюсь вставить его в иглу и начну протягивать обрезаю конечно не нить и поехали начнем вот с этого места в дырочку под арочку протягивая ничего не заправляя протягиваю всю нить и оставлю кончик и теперь переплетая захватывая нить вверх-вниз вверх-вниз я ее протягиваю и захватываю столбик ну конечно столбик сложнее букляшки проходят когда переплетение то там намного это все легче ну когда большие дырочки а когда столбики то ну тут все я бы даже не в столбик наверно а между столбиками бы проходила то что мне все таки в петлю тяжело вот она не лезет потому что букляшки такие приличные значит между столбиками находим какое-то место и протягиваем тогда букле идет легче потом опять пару столбиков между столбиками находим расстояние между столбиками теперь нитку наоборот захватываем там где сверху шла букляшка мы делаем снизу ну то сделаем обычное тканевое переплетение как ткань делает ведь и все-таки нитки нужно хорошо там закреплять вот узелочки обязательно делать иначе они двигаются и так я подхватила вот эту синтетическую ниточку и вытянула чтобы у меня дальше не распускалась я получилась такая шерстяная нитка я ее должна заправить потому что когда я вижу переплетаю дальше меня все это дело захватывается можно даже с этой сейчас посмотрим а а а и и и и и и и и и теперь тадам торжественный выворот на лицо я ничего по моему я все соединила до даже не буду делать монтаж чтобы мы вместе с вами посмотрели что же у нас тут получится ну вот не буду даже вырезать а вдруг не получится и тогда вы сможете сказать а не получилось так торжественный номер еще раз просматривай чтобы все вот здесь не пришила ну ладно пришью пришью но мне уже хочется посмотреть давайте посмотрим то в принципе можно и на руках посмотреть вот смотрим что у нас тут с лицевой стороны вот эти вот перетяжки мне вот они не нравятся видите я попробовала по принципу их как бы немножко видно и не очень они как бы аккуратно сейчас посмотрим если совсем ужасно то можно будет и переделать так что тут вот они видны либо нужно плотнее еще заплетать то здесь я скорее всего что еще добавлю букляшки что она сдвигается видны эти перетяжки я попробовала способ возможно что-то и не так внимательно смотрела это букле где я протягивала в принципе все все нормально смотрим с лицевой стороны так это же мнение центр значит вот здесь дошить зашить этот кусочек это у нас букляшечка смотрим здесь некрасиво вот это переплетение я добавлю еще просто гуще плотнее чтобы практически не было видно здесь почти не видно там где мы сшивали видите какой хороший получается шовчик то есть вот она где я сшивала то есть принципе нормально это что я хотела еще пройти буклированной ниткой вот в этом месте чтобы выделить скажем контур чтобы вот эти вот отдельные части как-то они не смотрелись как вот не ушками показались бахает мы и тут видите все таки свободного то и нужно обязательно обшивать обвязывать чтобы этот край у меня не топорщился то есть его нужно все равно делать скажем таким более плотным и жестким и 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